МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новость Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. И вот о чем сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Одумайтесь и не подвергайтесь себя и своих близких опасностям. Сергей Мериков обратился к дагестанцам отказаться от самобольных подключений к газовым сетям. Экологическая катастрофа, нелегальные копатели и страдания краснокнижных животных. Талгинское ущелье разрушается. Об этом в выпуске. Эти ценности принадлежат не лично мне, а всем мусульманам. Очередные реликвии ислама переданы на охранение муфти Дагестана шеюх Ахмада Фанди. Дагестанский талант все ближе к основе Манчестер Юнайтед. О ком речь узнаем в спортивном блоке. Упал с окна и выжил. Восьмиклассник в Буйнакске выпрыгнул с третьего этажа. По предварительной информации, причиной стала травля со стороны одноклассников. На место происшествия оперативно прибыли врачи. Школьник получил множественные переломы и травму головы. Сейчас он находится в больнице. Многоственные травмы есть. Я думаю, что состояние динамики будет улучшаться. Состояние еще тяжелое, но стабильное. Так что мы делаем все возможное. С лекарствами, комплектующими проблем нет. Находится постоянно под контролем. Отметим, что уже ведется проверка обстоятельств. Произошедшая ситуация находится на личном контроле главы города. Глава Дагестана призвал жителей республики одуматься и не подвергать себя и своих близких опасностей. С таким текстом у себя в телеграм-канале обратился Сергей Меликов к дагестанцам. Этому послужили самовольные подключения к газовым сетям в поселке Ленинкент. Там было выявлено более 20 домовладений, которые использовали некачественные материалы при подключении к газу. Дома находились под угрозой воспламенения и взрыва. Мы хороним беззащитных детей и стариков, которые могли бы быть живы, если бы не халатность главы семейства или соседа. Такой сценарий мы, к сожалению, видели не раз, но выводы почему-то не делаются. Мое обращение не ко всем дагестанцам, потому что в основном нашим жителям свойственны благоразумие и ответственность. Я обращаюсь к тем, кто до сих пор не ценит жизнь и здоровье. Сколько еще людей должно погибнуть, чтобы вы поняли, безопасность превыше всего. Откуда эта твердая уверенность в том, что именно вас это не коснется? Да. Наступила зима. А значит, нам нужно быть еще более осторожными. Напоминаю, что подобные нарушения влекут за собой серьезные последствия. От крупных штрафов до уголовной ответственности. Талгинское ущелье. От камазов, а также десятки карьеров. Экологи бьют тревогу, потому что такой массовый вывоз грунта может погубить более 40 видов животных и растений. Талгинское ущелье – это живописная предгорная местность. Его склоны состоят из древних известняковых пород. Благодаря уникальному ландшафту здесь сформировался свой микроклимат. В ущелье обитают редкие реликтовые виды растений и животных, такие как сапсан, греческая черепаха, сип, пелоголовый. Наше научное сообщество. 40 лет мы воевали с тем, чтобы здесь была создана охраняемая территория. В 2015 году мы писали и в органы власти, и в природоохранные структуры. Но, однако, никаких мер не было принято. Местные жители обратились за помощью в Народный фронт Дагестана. Они совместно с экологами два месяца назад отправились на проверку и застали с поличным множество техники. Рабочие массово вывозили грунт, уничтожая ландшафт местности. Вот даже эти следы свидетельствуют о том, что буквально на днях здесь стояла техника. Мы были здесь неделю назад, Народный фронт мониторил. Вот эти карьеры они разрабатывали, стояла огромная техника. Вереница наверх, вот по всему ущелью ездили машины, камазы, которые вывозили и щебень, и, как сказал эколог, вот эту почву. Вот таких участков здесь на протяжении 4 километров, ну много, достаточно, как сказал эколог, опять-таки 35 таких точек. Народный фронт с 2019 года поднимает эту проблему. Обращались во все возможные инстанции, природоохранную прокуратуру, Минприроды. Нам из раза в раз обещали, что наше предложение передать статус особо охраняемой природной территории. Обещали из года в год, но, к сожалению, дело с мертвой точки так и не двигалось. Уже 10 лет никому не выдавались лицензии на разработку Талгинского ущелья. Следовательно, все карьеры незаконны. Но это не препятствует вывозу чернозема и известняка. Здесь орудуют физлица. Даже в случае привлечения к ответственности им грозит только административный штраф. Для такого прибыльного черного бизнеса это не проблема. Будут приняты меры по вывозу, по эвакуации этой техники. А с учетом того, что уже здесь будет особо охраняемая природная территория, это уже, как сказал мой коллега, контроль не только отдела геологического надзора министерства, а и других профильных отделов. Отделы охраны особо охраняемых природных территорий, отделы охраны животного мира. И уже все эти отделы возьмут эту территорию на особый контроль. Все сможет изменить придание ущелью статуса особо охраняемой природной территории. Соответственно, здесь будет запрещена любая хозяйственная деятельность. Кроме того, это ужесточит меры наказания для нелегальных карьеров. Мы планируем, сейчас все очень быстро довольно идет, до конца года завершить процесс придания ему статуса особой охраны. Ну а пока ведомства разбираются с бюрократической волокитой, грабители природных богатств продолжают уничтожать краснокринженных животных. Успеют ли надзорные органы остановить этот произвол и спасти Талгинское ущелье от экологической катастрофы? Покажет время. Мухаммад Амаров, Мухаммад Магомедов, Давуд Гастанов, Новости ННТ. В Махачкале жильцы дома номер 41-Б по улице Нурбагандова борются с незаконной перепланировкой. Они добились реакции властей на свою проблему. Вопрос был поднят во время прямой линии с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Накануне с хозяевами многоэтажки встретился градоначальник. Как выяснилось, ранее Управление муниципального жилищного контроля получило информацию о нарушениях при строительстве. Однако не смогло установить собственника, поскольку застройщик отрицал свою причастность. Работы были приостановлены. Позже суд признал право гражданина на мансардный этаж, и он возобновил ремонт. Жильцы снова сообщили о нарушении, и сигнал был проверен. Мы оперативно выехали, нашли правообладателя чердака, и он, честно говоря, нас понял, как бы сказал, что я прекращаю. Тем не менее, через два дня мы опять услышали, что начали работу, он начал ломать, уже какую-то часть конструкции возвел. Оперативно выехали, все вместе с жильцами срезали, убрали его. И вчера мы его в последний раз приглашали, он так уверил нас, что больше он в работе продолжать не будет. Но при этом он обратился в суд к этому застройщику, что он обеспечивает доступ туда. 22 ноября управление выдало предписание об устранении нарушений. Собственнику теперь необходимо вернуть межэтажное перекрытие в исходное состояние и демонтировать лестницу в подъезде. Если оно не будет выполнено, материалы передадут в суд, сообщает администрация города. Мы будем сопровождать, что здесь будет происходить, чтобы ничего не допустить, лично. И сопровождать специально, потому что наши есть службы, которые будут непосредственно контролировать. И все органы будут задействованы. Очень хорошо, что вы обратились к главе. Мэр столицы подчеркнул, что каждый запрос, поступивший на прямую линию главы Дагестана, будет тщательно рассмотрен. Муфти Республики стал хранителем очередных реликвий ислама. Шейху Ахмаду Афанде передали вещи, которые принадлежали выдающимся праведникам Дагестана. Вручение состоялось на встрече с делегацией с села Кахиб Шамильского района. Подробнее расскажет Абдулла Алиев. Вещи пророка Мухаммада, мир им и благословения, и правильных предков передавались от поколения к поколению. Теперь их хранителем стал муфти Дагестана. Духовный лидер с трепетом принял столь ценные дары от жителей Кахиба и обозначил их высокую ценность. Он подчеркнул, что эти реликвии принадлежат не лично ему, а всем мусульманам. Каждый день, я не говорю каждый год, каждый день в Дагестане понимание к арикату больше, уважение больше, барракат больше. Это, я думаю, барракат наших предков. И вот эти реликвии, которые сегодня они сюда принесли, и тот Зайнула Ишан, и другие реликвии, которые у нас находятся, от пророка Аллахи Салатова, то, что от его сподвижников, тоже то, что нам перешло, им это мы будем вот так сохранить. Я к чему говорю? Может быть, наступит день, когда это опять Кахиб, туда селение вернется. Может, Татаристан вернется. Может, куда угодно может вернуться. Вы не думаете, это моя собственность и перейдет в наследство моим детям? Нет. Это собственность ислама, в частности, особенно собственность ариката. Будем надеяться, что истинных людей будет много, и людей, которые достойны этих реликвий, тоже будет много. На встрече присутствовали около тысячи жителей и выходцев из села Кахиб. Среди переданных вещей – часть одежды пророка Мухаммада, мир и благословение, коврик шейха Сайфулакади, головные уборы шейхов Хасана Афанди и Мухаммада Арифа Афанди, а также другие ценные реликвии. Сегодня я могу свидетельствовать, что ваши предки уважали шейхи того времени. И Хасана Афанди, и Мухаммада Арифа Афанди и других святых людей. Ваши предки уважали. Если бы они не уважали, сегодня вас здесь не было бы. За это тоже мы должны благодарить Аллах, что наши предки были такими людьми, которые заслуживают такого. В этот же день Муфтия Дагестана постили представители советов имамов в городах и районах республики. На встрече с духовным лидером гости поделились результатами своей деятельности. Шейх Хасана Афанди дал религиозным деятелям ценные наставления. Он отметил, что любое назначение на должность происходит по воле Всевышнего. Если кто-то думает, он районным или же городским имамом стал, или же он стал даже имамом квартальной мечети, за то, что там он с кем-то знаком, или же он чей-то сын, или же он какой-то нации, это очень ошибочное мнение. Людей выбирает Всевышний на любую должность. Поэтому, если вы небрежно будете относиться к своей должности, это я считаю, это вы очень неправильно, даже неуважительно относитесь к выбору, к решению Всевышнего. Это я, например, если кого-то имамом назначаю, кого-то должен назначать, это я всего лишь причина. Мне мысли дают, мне возможности дают. Это Всевышний. Вы в первую очередь вот это не забудьте. Вас Всевышний выбрал. По итогу встречи был намечен план работы на 2025 год. Мы в Дагестане, по всей России, по всему миру, мы должны быть теми людьми, которые стараемся соблюдать шариат. Еще раз подчеркиваю, стараемся. Вот искренне я вам говорю, я вам желаю то, что себе желаю. Поэтому я это говорю, от вас ни одно слово, ни одно дело не должно происходить, которое противоречит Исламу и которое поручит нас. Вы представители Ислама. Абдулла Алиев, Халид Ахмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Женская сборная Дагестана по рэгби стала второй на первенстве России. Соревнования среди юниора до 20 лет прошли в Саранске. Наша команда провела за турнир 6 матчей, уступив только в финале с верстницами из Москвы. В остальных встречах дагестанская дружина уходила с поля победителем. Наши девушки обыграли соперницей из Кузбасса, Татарстана, Челябинской и Московской областей. Самым результативным игроком турнира признана Джамилат Гусейнова. Дагестанский талант все ближе к основе Манчестер Юнайтед. 16-летний футболист Амир Ибрагимов отличился с седьмым голом в сезоне. В матче Молодежного кубка Национальной лиги он принес своей команде победу над клубом Ручдейл. Забитый мяч форвард отметил фирменным сальто. Амир Ибрагимов привлекается к матчам за разные команды Академии Манчестер Юнайтед. С грантом английского футбола он минувшим летом подписал профессиональный контракт. Также нападающий вызывается в юношескую сборную Англии. В завершении выпуска коротко о погоде на завтра. В столице Дагестана в Махачкале ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха 8 градусов тепла, днем прогреется до плюс 10. Ветер слабый юго-восточный, возможно осадки в виде дождя. Температура воды в море 9 градусов по Цельсию. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших новостей и до скорых встреч в эфире.